после небольшого перерыва у нас с вами сегодня встречи касаемо вопроса презентации компании skyway капитал очень рад снова оказаться на рабочем месте сегодня первый день был скажем так двухнедельный отдых ну который прошел с пользой в удовольствие добавил и скажем так сил солнечного света то есть лицо немножко похоже скажем так на мулата наверное да не знаю как меня видно слышно вот и за эти две недели тоже в принципе произошло большое количество событий в развитии нашего проекта суть любой презентации который мы проводим в режиме онлайн это донесение в перед первую очередь до новых людей информация о том что есть такая замечательная отличная возможность стать участником нашего проекта который позволяет абсолютно любому человеку неважно какой стране мира он находится сколько ему лет каков уровень его образования стать совладельцем технологии которые в ближайшее время мы будем выводить на мировой транспортный рынок при этом есть возможность создать источник дохода уже сейчас да ну и с другой стороны если уйти просто от меркантильных целей вот зарабатывание денег от получения дохода то принять участие в проекте который действительно может значительно улучшить жизнь людей проживающих на планете земля причем это касается разных направлений жизнедеятельности человека это касается скажем так и скорости перемещения комфорта стоимости перемещения стоимости перевозки грузов до соответственно товаров народного потребления удешевление этой стоимости это открытие новых рабочих местах внедрение новой технологии это опять же улучшение состояния экологии то есть много много преимуществ и вы к этому можете приложить свои физические моральные духовные финансовые усилия до помимо того что вы можете получить удовлетворение в плане того что став инвестором вы можете приумножить свои денежные средства вы плюс ко всему еще можете получить большое моральное удовлетворение то что сами скажем так приняли участие в этом проекте плюс ко всему вы можете помочь большому количеству людей стать участниками проекта благодаря вам до изменить в лучшую сторону финансовую сторону и жизни да и плюс ко всему кому-то может быть даже скажем так и обрести смысл жизни на разном промежутке времени неважно сколько лет там 18-25 лет 60 лет человеку любой человек может принять участие в нашем проекте то есть цель презентации это краткая информация о том что происходит с чем мы имеем дело вот и предоставление двух возможностей первое это ознакомление с технологией возможность стать инвестором данного проекта второе это рассказывать тех пакетах которые нас есть об инвестиционной возможности получения дохода посредством возможности участия в партнерской программе абсолютно любого человека при этом ему не нужно какие-то специальные знания ему не нужно оканчивать там учиться долго в каком-либо институте либо скажем так на каких-либо курсах с первого дня взаимодействия с нашей компании человек может принимать участие в проекте успешно развиваться как бизнесмен создатель скажем так своего собственного бизнеса инвестор человек который может разобраться во всем во все это информация которая нас есть объема действительно большой как с технологии до мало того в процессе того что вы будете разбираться с этой информацией вы можете задавать вопросы и тем кто проводит подобные мероприятия живые мероприятия которые проходят в ряде городов и стран у нас есть на сайте и личном кабинете отдельный скажем так пункт где вы можете ознакомиться со временем начала презентации в какую какую дату они будут проходить кто ведущий в телефон и так далее тогда все это у нас на сегодняшний день предоставлено нашим партнером который уже таковыми является ли потенциальным партнером который впервые слушать информацию у нас есть замечательный отдел информационной поддержки в москве здесь до которые специалисты которого работают период времени с 10 утра до 19 по москве отвечают на вопросы которые возникают у людей есть службы технической поддержки которая доступна 24 часа сутки каждый день на нашем сайте то есть огромное количество людей которые готовы помочь вам разобраться в информации принять решение либо не принять потому что вы сами можете сделать вывод надо вам это или нет но чтобы долго не затягивать я сегодня поставил наш вебинар на запись я думаю сконвертирует и выложит в интернет на наш канал вебинаров давайте наверное будем двигаться то есть компания skyway капитал что это кто это да с чем они едят очень компания которая на сегодняшний день является официальным партнером группы компаний skyway да группа компаний skyway сегодня занимается тем что выводит на международный рынок экологически безопасную транспортно-инфраструктурную технологию которая себе подразумевает не просто какое-то новое транспортное средство далее какой там новый вид колеса это новый вид транспортных средств это абсолютно отличающийся от всего того что мы знаем инфраструктура это путевая структура это вокзалы терминалы как пассажирские так и грузовые это совершенно другие скорости вот совершенно другой уровень безопасности да и вот компания skyway капитал сегодня является официальным партнером группы компаний skyway основная задача является это привлечение инвестиций привлечение денежных средств для реализации вывода данной технологии на международный транспортный рынок раньше мы проводили презентации долгое время скажем так веселье на 3-4 слайдах показывали ролики которые были сняты еще скажем так в начале этого тысячелетия до о технологии транснет который является следующим шагом скажем так в развитии мировой паутины слова мировая паутина я думаю многим вам известно то есть мировая паутина под названием интернет да то есть та технология которая прочно вошла в нашу с вами жизнь началось скажем вхождение нашу с вами жизнь персональных компьютеров и того же интернета конце 70-х годах годов в америке когда появилось несколько молодых людей разрабатывающих железо программное обеспечение для персональных компьютеров дальше скажем так сеть интернет стала ходить жизнь сначала там жители американского континента потом она разошлась очень быстро по всему миру то есть лет 30 назад многие из нас кто скажем как застал те времена и предположить не могли что сегодня сидя у себя там за экраном монитора вы можете скажем так слушать человека вещающего из москвы а вы сами находитесь вот тут у нас я видел что белоруссия да таисия приветствую вас вы часто бывает на вебинарах новосибирск болгария да то есть целый ряд городов мы территориально находимся там где находимся информацию можем получать находясь комфортно в кресле у себя дома жуя бутерброд я и выпиваю чашку кофе или чашку чая то есть 30 лет назад это была фантастика сегодня реализована какой технологии под названием skyway до транснет как я вам говорил мировая паутина вот который себя впитает все лучшее что скажем так дает человечеству интернет плюс это еще и транспортная технология которая позволит в каждый уголок нашей планеты довести вот те преимущества цивилизации в которой мы с вами живем то что из крупных городах может дойти фактически до любого уголка планеты благодаря транспортных технологий разработан минске вот и данная технология будет входить в нашу с вами жизнь в транспортный рынок вкручиваться да то есть выходить скажем так на мировой транспортный рынок гораздо быстрее чем технология под названием персональный компьютер интернет до входила в жизнь человечества в сфере коммуникации и вот те люди которые тогда для себя сделали вывод и увидели перспективу что данное направление интернета персональный компьютер будет развиваться активно и вложили часть денег кто-то больше кто-то меньше в развитие этой индустрии сегодня чувствует себя очень комфортно уютно с тем количеством денег которые они вы знаете что убила гейтс и да есть ни одна там не один десяток и даже по моему не одна сотня тысяч людей которые сотрудничать с его корпорации стали людьми близкие к такому слову как миллионер владеющий большими деньгами только microsoft а компания которые работают на рынке программного обеспечения железа для выпускаемого для компьютеров очень-очень много сотни тысячи так вот те люди которые участвовали деньгами в развитии таких компаний как microsoft del computers до apple стив джобс до силоси скажем так с этими устройствами начиная там с айпода айпада и айфона вот те люди которые деньги вложили они сегодня очень успешно то же самое сегодня в принципе такая же возможность есть для абсолютно любого человека проживающего в абсолютно фактически любой стране стать совладельцем технологии которые которые скажем так выйдет на мировой рынок уже в ближайший год-два и рынок транспорта как говорит генеральный конструктор технологии наталья дарыч юницкий на 30 50 процентов будет скажем так охвачен технологии под названием skyway и ближайшие 100 лет будет приносить прибыль тем кто принят в данном проекте участие нас уже больше там 300 тысяч человек из 200 с лишним стран мира и регионов мира да и в принципе данная возможность она пока еще предоставляется огромного количества людей я сейчас не буду заострять скажем так подробно рассказывать об инновационности экологичности безопасности отдельно взяты до преимущества данного транспорта одно могу сказать что все что заложено на сегодня он теорию уже но то что сегодня на практике реализовывать и двигали пятна парка в белоруссии она показателем экологичности безопасности скорость перемещения комфорта dado безопасности как я уже сказал доступности к цене во много превосходит все то что мы с вами знаем мобильный транспорт железо дорожный транспорт воздушный транспорт водный транспорт это и технологии которыми владеем точно больше ста лет модный транспортом не одну тысячу лет уже люди плавают железнодорожные это там где-то конец 18 начало 19 века середины 19 века автомобильный конец 19 века до авиационный самое начало 20 все это мы знаем какие-то совершенствуют и транспортной системы водится вот я летел сам отдыхал скажем так за границы то есть летал на самолет когда комфортно до шумят они конечно не так как это было например 30 лет назад и мы летали на наших отечественных там ту-134 либо что-то еще но тем не менее как бы так чего-то нового сильно там отличаешься от того чтобы выливаться там 30 лет назад придумать сложно а вот транспорта которым мы рассказываем то технологии которую мы сегодня внедряем и вводим на мировой рынок как говорил и говорит продолжает говорить экс-министра транспорта южной австралии господин вот хок до который является нашим партнером который сегодня возглавляет наш австралийский фериал вот он говорит что действительно на крупном мероприятии под названием и на транс 2016 таковое было куда нас пригласили в 2016 году осенью в сентябре инновации в транспорте был был скажем так стенд нашей компании потому что все остальное в принципе более-менее известно там многие скажем так инновационной части назывались тем что вот например в электричка будет установлены и может будет доступ вайфа но касаемо транспорта и каких-то сильных улучшений не происходит у нас же все немножко по-другому итак друзья я не буду сейчас долго заострять внимание на том что останавливаться на каждом мобильном аспекте преимущества технологий и наверное хочу вам показать все таки ролик который не так давно вышел свет до который рассказывает технология не буду сегодня показывать ролик по транснет если вы захотите просто я смогу вам дать ссылку вы сами легко отыщите его посмотрим вот не буду наверно заострять огромное внимание там много времени тратить на то чтобы показывать ролик по испытанию каждого отдельного транспортного средства на территории к технопарка нужны были цвет я вам их дам вот этот ролик который сделал не так давно занимает он есть небольшие минуты и я думаю он дает достаточно большой объем информации о том что из себя представляет технология вот и с чем мы имеем дело две минуты я исчезаю и дальше будем продолжать с вами наше общение что же такое skyway почему о струнном транспорте юницкого говорят в снг европе азии азии и африки почему в республику беларусь едут делегации со всего мира чтобы заключить договора на строительство этих дорог skyway это не просто транспорт ближайшего будущего это мечта каждого из нас воплощенная в жизнь уже сейчас транспортная артерия skyway это безаварийное перемещение по путевой структуре расположенной над землей в современных комфортабельных подвижных составах юнигусах этот инновационный транспорт позволяет людям комфортно перемещаться в нужное им место затрачивая в дороге минимум времени и средств пассажирский skyway поможет горожанам быстро добираться в любой конец города без пробок автомобили не помеха для юнибуса который бесшумно передвигается на высоте 5 10 метров над землей со скоростью до 120 километров в час высаживая и забирая пассажиров на станциях также расположенных над землей грузовой skyway способен перемещать любые грузы для этого разработаны специальные подвижные составы юникары которые быстро перевозят всевозможные виды грузов в том числе и жидкие высоко скоростной skyway свяжет между собой города и страны и даст возможность людям передвигаться со скоростью самолета не поднимаясь в небо а всего лишь поднявшись над землей на несколько метров skyway надземная высокоэффективная транспортная технология не имеющая аналогов в мире это скорость безопасность доступность экономичность и бережное отношение к окружающей среде skyway устойчивая основа для информационной энергетической и транспортной сети нового поколения узнайте больше на официальном сайте компании skyway капитал итак друзья то есть в принципе ролик чем он для меня радостно да то что появилась такой ролик то что сейчас в нем показано не просто какая-то компьютерная анимация да то есть как будет выглядеть транспорт будущего и так далее большинство кадров того что вы видите это реально действующие транспортные средства промышленные образцы которые сегодня проходит испытания на территории технопарка в республике беларусь и как было сказано в недавних новостях то есть октябрь сентябрь и октябрь месяц это огромный объем работ которые будут выполняться связаны как раз сертификации транспортных средств об этом есть отдельный ролик 15-минутники из вас то новости эти люди могут зайти на сайт в раздел новостей посмотреть его до либо внутри личного кабинета но это то что мы сегодня имеем мы рады то что нам у нас есть что потрогать у нас есть скажем так гордо можно заявлять то что мы близки к тому чтобы транспорт проводить международной транспортной рынке у нас есть подписанные контракты реальную же до строительстве дорог по крайней мере это могилёв и индия да то есть строительство скажем так трех дорог в индии и строительство небольшого участка дороги в могилёве но тем не менее не все так сладко и гладко происходило в истории развития технологий буквально две минуты об этом сейчас расскажу то есть все начиналось 40 лет назад 1977 году юнистским было подано первое заявку на изобретение он тогда развивал тему неракетного освоения космоса частью которой было скажем так и струнный транспорт то есть условно историю развития самой технологии можно разбить на четыре этапа первый этап был достаточно продолжительный до середины 90-х годов это признание федерации космонавтки ссср первый грант советского фонда мира который был выделен на развитие данной технологии это первая международная научно-практическая конференция которая прошла в республике беларусь в 80-х годах прошлого столетия юнистский кстати стал член федерации космонавтики ссср в то время это соответственно первой научной публикации и многое-много другое второй этап это середина 90-х начала двухтысячных научная школа в питере большое количество испытаний продукт в аэродинамической трубе по приданию наиболее обтекаемой формы транспортным средством да и в принципе в ролике видели об этом может не сказано но тем не менее транспортная технология sky и затрагивать скажем так основные сегменты транспортного рынка это городской транспорт со скоростью передвижения до 150 километров в час по мере необходимости от 50 до 150 это грузовой транспорт со скоростью перемещения 120 сейчас уже говорится до 150 километров в час с огромным объемом перевозки грузов да это высокоскоростной skyway со скоростью перемещения междугородный международный транспорт 500 и более километров в час вот о каких скоростях мы сейчас с вами говорим и второй этап юмидский как раз таки посвятил огромное количество времени аэродинамике будущих транспортных средств на втором этапе был получен первый грант организации обменных наций на развитие технологии то есть специалисты он дали свои экспертные оценки и организации обменных наций выделяло деньги на развитие данной данного направления далее на втором этапе были продемонстрированы первые действующие физические модели различного масштаба на лог 5 до 1 15 и так далее третий этап чем важен у юмидского был свой собственный испытательный участок полигон подмосковным городе озера где он мог продемонстрировать что из себя представляет технологии я буквально он сейчас на десять секунд включу и вы сравните скажем так что было представлено третьем этапе развития и о чем мы говорим с вами сейчас 150 метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком вместо привычных колес живет на стиле специальными шасси с двумя ребордами внутри тонких рельс струн натянуты тросы под струны чтобы убедить в безопасности деконструкции становится автор проекта анатолий юницкий струнная транспортная система это очень удобная система и доказательством того является то что я стою под грузовиком 8-12 тонн первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий на случай экстренной эвакуации 20 метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу испытатель жмет на газ и грузовик снова и снова сбирается на эстакаду кроме испытаний вот так выглядел skyway точнее тогда это называлось трудно технологии юницкого это был первые годы нашего тысячелетия подмосковный город озера на территории которого было проведено большое количество испытаний был отработан целый ряд методик была по сути дела показана технология струнного транспорта первого и уже второго поколения был получен второй грант организации объединенных наций в это время на целом ряде международных форумов посвященных науке техники транспорта в первую очередь было получено большое количество дипломов наград золотые медали ввц две а на сегодняшний день уже три премии золотая колесница потому что третьему получили совсем недавно вот то есть транспорта которым заговорили на средствах массовой информации в печатных средствах массовой информации на телевизионных каналах как раз таки промежуток 2001 по 2009 год и даже были подписаны контракты о строительстве дорог в целом ряде регионов российской федерации казалось бы все шло как нужно госсовет город ульяновск губернатор ульяновской области предлагает технологию юницкого развивать на уровне государства выделить денежные средства с целью обогнать скажем так весь земной шар именно в транспортной сфере дальше сделать эту технологию экспортной к сожалению после данного госсовета есть кстати ролик вы можете его найти он есть у меня в комнате я сейчас включать не буду вы легко можете найти на наших каналах на ютюбе да где медведев улыбается говорит что вроде бы да это инновация самое что на есть настоящие и так далее так далее но найдете деньги развивать через неделю после того как госсовет состоялся полигонах под московном городе озера не стал важно что и низкий скажем так оказался бойцом продолжал развивать скажем свою технологию продолжал работать скажем направление развитие совершенствования да я искал способы получения инвестиций в основном конечно у него переговоры с чиновниками различного уровня своего ряда государств пытался пробить стену скажем так и костное мышление бизнесменов которые даже где-то обещали выделить какие-то деньги но потом как мы будем прыгали к тинку да как лягушка и в итоге в тринадцатом году юницкий принял решение оценить индивидуальную собственность она была оценена все наработки которые были сделаны того времени в 400 с лишним миллиардов долларов сша на основании этих данных была зарегистрирована компания в Великобритании и было принято решение то есть юницкий со своими скажем так помощник тот момент увидели силу так называемого краудфандинга дали бы часто называется краудинвестинг потому что вы имеете возможность по своим возможностям финансовым стать совладельцем технологий то есть долями этой компании каждая отдельно взятая доля скажем так выделены на сертификатах макс написано потенциально один доллар сша на выгодных условиях с выгодным дисконтом юницкий стал делиться этими долями люди стали инвестировать по своим возможностям денежные средства и все что на сегодняшний день проделана практически это сделано деньги из лиц людей проживающих разных уголоков земного шара причем огромное количество из них не относится к миру там бизнесменов банкиров и так далее так далее это такие же люди как мы с вами которые видели перспективу развития технологии видели пользу увидели то что это будущее да будущее которое не то что рисует нам индустриальный век да что там два-три поколения и все землю можно как говорится про их закрывать может экология будет такая что детям передать будет ничего здесь же все наоборот и благодаря тому что люди разбирались никали верили в проект говорили другим и за ними приходили скажем так новые инвесторы которые инвестируют судимежные средства сегодня очень много сделано у компании есть 15 этапный план развития да то есть он был рассчитан с 14 по 17 год мы сегодня с вами находимся в семнадцатом году на этапе окончания на скажем так процессе окончания девятого этапа по всей видимости вот конец августа сентября месяц мы перейдем на десятый этап а может быть сразу на 11 слухи разные ходят этапы все подразумевает определенное количество работ которые необходимо выполнить и для того чтобы данную технологию вывести на мировой рынок то есть мы уже намного ближе к тому чтобы это сделать чем это было в начале четырнадцатого года действительно в четырнадцатом году когда только начинал проводить вебинары мы наверное мечтать боялись о том что сделан на сегодняшний день то есть было много скажем как различных нареканий даже от тех людей которые проинвестируют денежные средства было много скептиков из различных скажем так сферы жизнедеятельности человечества да то есть просто удивок и заканчиваясь специалистами мира транспорта финансов там и много чего еще они прочили что ваш проект не проживет неделю месяц там квартала полгода год но вот прошло три с лишним года мы живым много много что сделали да благодаря той команде который собрал аннатолий дарыч юницкий сейчас вы видите его на экране человек который родился в белоруссии который на своем жизненном опыте работал инженером конструктором специалистом в сфере сертификации да и патентного права вот и человек который который в голове которого родилась идея струнного транспорта у него за все время деятельности более 140 изобретений 18 монографии более 200 научных работ он член федерации космонавтики сср и он говорил да то есть много много чего сделано на этот день три высших образования которые получены инженер транспорта патентное право изобретательства и проектирование строительства высотных зданий и инфраструктурных сооружений сегодня он использует на практике потому что если говорить о струнных технологиях то это не только транспорта который мы в основном говорим это еще строительство мостов взлетно-посадочных полос аэропортов аэродромов это строительство струнных портов и отдельно этому кстати посвящена одна из новостей вот отлистать немножко назад можно подробно с этим ознакомиться да и кстати интервью виктор бабурина где он говорит что в индии есть огромное количество потенциальных проектов где мы можем строить порт и вот далее это строительство зданий высотного типа и строительство зданий коттеджного типа не может жить семья это будет комфортно это будет скажем так на какой-то зеленой местности это нужно быть пригороде до крупных городов потому что транспорт говорю высокоскоростной комфортно будет очень быстро доставлять людей до места их работы чего я и скажем так в дальнейшем практике реализации сейчас это говорят smart да сити то есть умный городов ленивый городок то есть это то что связано тоже с развитием технологий skyway за время существования полигона подмосковном городе озера было получено большое количество экспертных оценок различных скажем так государственных структур в первую очередь российской федерации вот некоторые из них перечислен на данном слайде этой сибирское отделение российской академии сибирское отделение российской академии транспорт это институт проблем транспорта российской академии наук это та же самая организация он про который мы говорили российской инженерной академии петербургский госуниверситет такие сообщения еще целый ряд структур которые скажем так подробнее вы можете найти на наших сайтах на сайте анатолий дарчу низко 3w низкий . более 50 патентов порядка 40 различных международных дипломов и наград и буквально два-три слова еще о развитии проекта то есть четырнадцатый год начала привлечения инвестиций четырнадцатом году действительно это год скажем так проверки наверно на вшивость да на выживаемость то есть три международной конференции две из них москве в четырнадцатом году по сути дела это был запущен старт нашего проекта до пятнадцатый год в конце четырнадцатого начале пятнадцатого года появились участка мест на котором у нас сегодня идет строительство экотехнопарка ведут испытания уже до конкретной технологии путевых структур транспортных средств вот это запуск в действие компании skyway капитал 24 февраля 2015 года была проведена первая презентацию подобная которая проходит сейчас конечно она была другой конечно она была не такой можно даже где-то там взять порыться в интернете на нашем интернет ресурса skyway капитал найти эту первую презентацию она была тоже записана и выложена в сеть далее в июне месяц нам выделили участок местности под минском возле города марина горка в июле месяц начались первые изыскательские работы кстати весной 15 года был приведен целый ряд переговоров в южной америке и странах персидского залива в сентябре месяце приехал впервые на территории к технопарка господин рот хок министра южной австралии твердо решили что будет заниматься развитием технологии на территории своей страны и континента в сентябре был получен международный инфекционный код цены бумаги осин то есть процедуру которую проходят все компании акции которых сегодня копируется на различных крупных биржевых площадках в октябре прошла конференция в минске закладка нулевого километра 17 числа да то есть порядка сотни там инвесторов с разных уголков ну в первую очередь европы приехали георгийский отчитался о том что было проделано на тот момент такие планы в ноябре было запущенным новый инвестиционный продукт по тому времени это рассрочка да то есть у нас ноябре месяца этого года будет два года как люди имеют возможность инвестировать незначительные денежные средства ежемесячно на выходе получать крупный пакет и далее компании это был пятнадцатый год до шестнадцатый год начался с того что минтранс российской федерации признает технологии инновационным это был 11 февраля заседание экспертного совета далее 25 февраля рабочая группа экспертного совета минтранса российской федерации передает признает технологии перспективной по использованию российской федерации между этими двумя событиями как раз таки состоялось приглашение анатолий дар чуницкого специалистов нашей компании на мероприятие под названием инотранс в планах компании на шестнадцатый год было только провести мероприятие под названием экофестиваль первый на апреле месяц он был запланирован с двадцать третий по 24 апреля который с успехом кстати прошел то есть там было порядка 700 инвесторов на территории к технопарка на котором не было практически ничего были установлены только первые опоры вот танкерная опора там была в состоянии скажем так стороны как многие говорят полу ремонта там и так далее так далее да но много людей приехал увидела что деньги которые они инвестируют расходуются конкретном направлении вот далее в сентябре месяце прошел инотранс германию берлины то есть 20 по 23 число это международный крупный форум который проводится раз два года и на восемнадцатый год нас уже пригласили участвовать в этом форуме до в берлине то есть там в основном представлены инновации сфере железнодорожного транспорта который имеет отношение железная дорога это понятно дальше это метро рейсовый транспорт трамваи и так далее 90 процентов это вот скажем так транспорт затрагивающий эти сферы ну и в сфере скажем транспортных инноваций в секции транспортных инноваций была представлена наша технология потом скажем так выставки пошли друг за другом да там сразу же две выставки подряд два крупных форума в беларуси первые из них это транспорт и логистика 2016 его белорусская транспортная неделя начале октября в середине октября это белорусский энергетический экологический форум параллельно с этим проходит международный международный конгресс интеллектуальных транспортных систем вот который проходил в австралии там скажем так наши технологии представлял рот хук вместе со специалистами компании ауркон которые выгнены сицы приезжали на территорию к технопарка на три дня знакомятся технологии лично с генеральным конструктором не много не мало данная компания скажем так один из ее проектов которым она принимала участие это самый высокий небоскреб на сегодняшний день на территории аравийского полуострова называется он бурж-халифа или бурж-халифа как он называет далее была выставка в москве на котором не довелось участвовать самому три дня с 30 ноября по 2 декабря транспорт россии 2016 каждое из этих мероприятий которые проходили на территории различных государств дали свои скажем так положительные моменты то есть все большее количество людей в разных сфер человек жизнедеятельности человека знакомились технологии знакомились например в берлине и белоруссии с живыми экземплярами действующих промышленных образцов да это юни байка 14 мест на юнибус также были представлены на других форумах это модели в масштабе 10 подвесного навесного юнибуса чиновники разного уровня представители бизнеса разных направлений финансисты да то есть каждый большое количество людей посещали стенды нашей компании давали свои отзывы чиновники скажем так высокого уровня в той же беларуси до 1 заместитель премьера республики беларуси и принципе наверно благодаря ему он походотайствовал перед и премьером и президентом республики беларусь о том чтобы нашей компании у нас участок был по сути дела километровый предоставили возможность продлить участок еще там до 15 потом в 22 километров на котором будет достроена в этом году и следующем году высокоскоростная участок skyway и будет продемонстрирована возможность высокоскоростного skyway ну вот то есть каждый из форумов дал как я говорил свой положительный отзыв до отклик свои положительные результаты в россии это был министр транспорта россии на нашем стенде и господин морозов которые увидите который 2009 году предлагал реализовывать данную технологию еще президенту медведеву он очень обрадовался и на гайдаровском форуме кстати в начале этого года у него было взято интервью которому говорю что в принципе в планах руководства ульяновской области есть строительство двух трасс skyway от аэропортов города ульяновска до центра города и таких сегодня потенциальных возможностей строительства трасс разных городов россии уже на один десяток вот недавно будет там это и хабаровск это иркутск там казахстан на то есть есть уже промо скажем предложение так далее так далее важно ехать шестнадцатого года стало начало сертификации транспортных лиц skyway вы видите да то есть заключение договора с ней гор электротранспорта который занимает сертификации ну и конечно же это прокат и не байка первого транспортного средства по технологии четвертого поколения который состоялась 28 ноября у них генерального конструктора улыбаюсь возле своего битвича да ну и как я вам говорю это сначала мероприятие на транс и по сегодняшний день фактически каждую неделю приезжает какое-то количество различных делегаций людей с разных углаков земного шара знакомиться с технологией специалисты нашей компании ездит разной ванки земного шара и в этом году прошло два крупных мероприятия это railway тех 2017 в индонезии феврале и smart city в мае месяце с 10 по 12 мая в индию между этими скажем так событиями был несколько скажем командировок анатолий дарыча низкого виктора бабуина целый ряд стран юго-восточной азии по европе и специалисты приезжали к нам то есть о технологии знают вот я сейчас добавлю еще немножко информации раньше у нас был отдельный слайд о то в каких средствах массовой информации про нас рассказывают сейчас мы этого не делаем потому что большое количество публикации печатных публикации на сайтах различных массу средств массовой информации видео новостей на различных телевизионных каналах до целого ряда государств то есть радиостанции рассказывают о технологии skyway то есть недостатков информации нет технологии развивается и в принципе на сегодняшний день любой человек который получает данную информацию может стать совладельцем данной технологии и дальнейшем получать доход от реализации технологии в огромном количестве адресных проектов которые сегодня выреждаются как грибы у нас люди ездят скажем так по территории всего земного шара и южной америки и европы и юго-восточной азии австралия до везде сейчас проводятся переговоры везде скажем так есть потенциальный проект в которых может использовать наши технологии поэтому те кто сегодня еще а такая возможность есть станутся владельцами пакета долей компании по той схеме как мы говорим да то есть вот по сути дела это акционер но акционер когда вы покупаете уже акции действующие на бирже например да здесь вы просто участник нашего проекта вы становитесь владельцами долей но вот каждой доли потенциально при выходе на мировой биржевой площадке надо стоит 1 доллар сша сегодня с выгодным дисконтом он 25 раз до 225 раз ваши деньги могут быть приумножены к тому моменту когда каждая доля будет стоить 1 доллар сша мы находимся на девятом этапе через какой-то промежуток времени уровень доходности по пакетам будет снижен снижается дисконт либо венчурная премия вот и в принципе в нашем проекте компания skyway capital задачей которая является привлечением денежных средств для строительства экотехнопарка демонстрация возможностей skyway сертификация данного транспорта компания зарегистрирована в компании работает на платформе крауд инвестинга и предоставляет любому человеку на основе микрофинансирование стать совладельцами данной компании у нас есть пакеты которые стоят там порядка 900 рублей российской федерации 15 долларов сша и ваши деньги могут быть приумножены там минимально 25 раз на сегодняшний момент да это небольшой пакет конечно же чтобы в дальнейшем получать хорошие деньги от дивидендов да то есть желательно чем большим пакетом и будете владеть тем больше скажем по количеству денег и дивидендов вам сможет прийти но вот вы понимаете наверное как взрослые люди чтобы помни развития нашего проекта помнили строительства дорог стоимость каждой отдельной доли будет только расти потому что технология будет реализовываться научно приносить пользу людям соответственно ценность в ней будет расти ее ценность точнее будет расти и цена скажем так на один взятые доли тоже будет расти задачи компании как я вам Это создать благоприятные условия каждому инвестору, который может разобраться в информации, задать любые вопросы, принять решения, выбрать удобный способ инвестирования денежных средств. У нас целый ряд платежных систем, благодаря которым вы можете приобрести себе пакет долей компании. И наша задача у вас теми способами, которые сегодня есть. У нас есть и рассылки, и информация на сайте. Очень важная информация у нас иногда приходит в виде смс. То есть мы вас держим в курсе развития технологий, в курсе развития проекта компании Skyway Capital. И сегодня у нас есть целый ряд пакетов, которые вы можете приобрести. И все они, скажем так, на сегодня имеют уровень доходности в соответствующий девятом этапе. Я сейчас просто хочу прогрузить свой личный кабинет и поделиться с вами рабочим столом, просто показать те инвестиционные возможности, которые сегодня предоставляются абсолютно любому человеку. Сейчас буквально немножко прогрузится мой сайт. Так. У меня к вам просьба, коллеги, те, кто меня слышит, видит, поставьте плюсик, если видно мой рабочий штайм. Хотя бы один человек, чтобы я это видел. В нашем чате. Видно, да? Итак, друзья, перехожу в раздел личного кабинета компании Skyway Capital. Буквально перед моим отпуском, там за два дня я ушел. Последний мой рабочий день был 11-го числа, а 10-го мы запустили вот этот новый личный кабинет. Все достаточно удобно. Там вверху есть информация. Нажимая на любой, скажем так, из надписей, вы можете найти тот раздел, который вам на сегодня интересен. То есть вы можете ознакомиться с технологией, вы можете ознакомиться, скажем так, в целом ряда вопросов. Просто подвигаться по этому личному кабинету. Ну, так как нас интересует сегодня то, что касается инвестиций, мы выбираем раздел «Инвестировать». В этом разделе мы можем видеть те пакеты, которые на сегодняшний день у нас действуют. Я просто сейчас вернусь в самый низ данной страницы. И у нас здесь находится таблица, в которой вы видите стоимость пакета в рублях, в долларах, уровень доходности, либо дискомпт, либо вечерная премия. И стоимость по номиналу, предполагаемому, когда каждая отдельно взятая доля будет стоить 1 доллар США. Минимальный пакет сегодня стоит 15 долларов, его уровень доходности 25. Если у вас есть возможность приобрести на сегодняшний день пакет, например, за тысячу долларов, то есть вы понимаете, что мир инвестиций, это, скажем так, не просто 15 долларов заплати и на этом остановись, то на выходе вы будете иметь 115 тысяч долей, что в будущем вам будет давать 115 тысяч долларов США. Каждый последующий пакет, а у нас здесь больше десятка, имеет большую стоимость по номиналу, но имеет больший уровень доходности. Как бы венчурность нашего проекта никто не отменял. Соответственно, чем больше вы деньги сегодня инвестируете, тем, скажем так, большим уровнем доходности компания вас вознаграждает. Риск у вас чуть больше, чем тот человек, который потратил 15 долларов, а он, например, 5 тысяч. Но, тем не менее, как мы говорим, что нам сейчас есть чем похвастать, если, допустим, мы с вами вернемся на 3 года назад, 14 год примерно на это же время, то уровень доходности по пакетам составлял от, сейчас вам скажу, от 150 до, от 200, точнее, до полутора тысяч раз на втором этапе развития технологий. До 250 до полутора тысяч раз. Сегодня от 15 до 225. Это стандартные пакеты, которые вы можете приобрести внутри личного кабинета, но у нас еще есть, скажем так, пакеты, приобретаемые в рассрочку. Есть пакеты, которые имеют отдельное название, они акционные, где ту же сумму вы инвестируете, но получаете большее количество долей. И вот, например, я хотел бы рассмотреть пакет стоимостью 1000 долларов, да, вот он посередине. В стандартном исполнении это 115 тысяч долей, которые вы получаете на выходе, и у него уровень доходности 115. Возвращаемся вверх нашей страницы, и мы видим пакеты на транс. То есть дисконт привязан к девятому этапу. То есть в чем суть этого пакета? Вы можете с интервалом месяц оплачивать трижды по 1000 долларов, и каждый последующий платеж у вас возрастает уровень доходности. То есть если он начинается как к стандартному исполнению 115, вот дальше второй платеж, если не позднее 30 дней, 150, и если третий платеж не позднее 30 дней по отношению к предыдущему, то это еще 200. Напротив каждого такого пакета есть кнопка подробности, где вы можете описать, точнее прочитать описание пакета, что вы получаете, когда инвестируете в наш технологий. Опять девятый этап, осталось там, допустим, может быть, 10 дней, 2 недели, да. Соответственно, вы, если сделаете три проплаты за две недели 3000 долларов, на выходе вы получите 465 тысяч долей. Если мы вернемся в стандартный, скажем так, пакет, то 2500 вам принесут 312, а 35455, 3000 вам принесут 465 тысяч долей. Соответственно, намного выгоднее, чем покупать пакеты вот здесь в стандартном исполнении. Но, тем не менее, вы сами, скажем так, прави выбрать то, что вам комфортно и то, что вы готовы приобрести. Есть пакеты большого номинала. Они у нас покупаются, в основном, скажем так, в европейском рынке. От 5000 до 50 тысяч долларов. То есть вы можете приобрести себе с выгодным дисконтом эти пакеты. Плюс ко всему у вас дополнительная, скажем так, услуга, да, это можно так назвать. Вы можете приехать на следующий эко-фестиваль и возле дерева редкой породы установить свою именную табличку. То есть память о вас будет увековечена на территории Экотехнопарка. Дисконта на этих пакетах от 165 раз при умножении денежных средств до 200. У нас есть пакеты, которые наверняка исчезнут у нас на следующем этапе развития. Они были приурочены к эко-фестивалю, который у нас прошел 1 июля в этом году. Уровень доходности по этим пакетам тоже более выгодный, чем в стандартном исполнении. То есть за 2 проплаты по 500 долларов, это та же 1000 долларов будет, да, вот здесь, например, вы получаете не 115 тысяч, а 125 тысяч долей компании. Пакет, который 2 по 300, он тоже очень выгоден, потому что у него дисконт будет порядка 140. Потому что вам еще в подарок, если вы сделаете двойной платеж сразу в течение суток, будет начислено еще дополнительные доли. То есть еще 21 тысяча долей, соответственно, дисконт возрастает. Дальше у нас есть пакеты, которые вы можете оформлять на своих несовершеннолетних детей. Это рассрочка на 9 месяцев. Делаю акцент, важно, чтобы когда вы заканчивали выплачивать рассрочку, вашим детям или внукам не вспомнилось еще, что они не стали совершеннолетними. Это главное условие, то есть на несовершеннолетних детей. Есть рассрочки большого номинала от 500 долларов в месяц до 5000 долларов в месяц, и вы становитесь владельцами фактически многокристочных либо миллионов пакетов далее компании. Здесь дисконт в рассрочку за те же деньги, потому что, например, из 500 на 10 это будет 5000, то есть здесь дисконт 160, а для разового платежа сумма 5000 немножко выше. Но, тем не менее, это тоже выгодные очень пакеты. Вы инвестируете не сразу в 5000, например, а в 500 долларов ежемесячно. У нас большое количество людей, которые стали совладельцами данных пакетов, у которых уровень дохода позволяет совершенно спокойно 500 долларов в 1000 долларов, кому-то 2500 ежемесячно инвестируют в рассрочку, которую они выбрали. Есть стандартные рассрочки, которые начали у нас действовать с начала 2015 года под названием «Старт стабильный сеньор и бизнес». Это возможность инвестировать от 25 до 200 долларов ежемесячно. Соответственно, на выходе с выгодным дисконтом получать определенное количество пакетов данных компаний. То есть максимально, например, пакет «Бизнес» 200 долларов в месяц на 9 месяцев, 270 тысяч данных. Очень выгодно. Пакеты «Старт» сеньор «Бизнес стабильный» отличаются от пакета с плюсами, с такими же названиями, тем, что есть дополнительные условия, которые вы можете прочитать в подробностях, выполнение которых вам позволяет получать еще в подарок на премиальный счет какое-то количество данных компаний. Есть пакеты, которые можно, скажем так, оформить только с бонусного счета. Останутся ли они с нового этапа или нет, я не знаю. То есть какое количество пакетов будет у нас на следующем этапе развития, тоже сказать не могу. Это принимает решение руководства. Какие будут дисконты, это тоже я не могу вам ответить. Но скажу одно, что дисконты, которые есть на пакетах с бонусного счета, они значительно выше, чем стандартные пакеты, либо даже те, о которых я рассказывал сейчас. Это специально для людей, которые зарабатывают деньги по партнерской программе, для людей, которые помогают нам расширять информацию о развитии нашего проекта, кто неравнодушен, кто готов зарабатывать уже сейчас, создавать себе, скажем так, крупный бизнес уже сейчас. И на выгодных условиях, на какую-то часть денег заработанных, либо, скажем так, приобретать себе пакеты долей компании с выгодным дисконтом. Это помимо того, что им деньги платятся, они еще могут себе на выгодных условиях оформить пакет. Партнерская программа, которая есть в нашей компании, она позволяет вам сегодня приобретать пакеты долей компании и создавать собственный источник дохода. Доход благодаря тому, что вы просто рекомендуете возможность получения, возможность стать инвестором в наш проект, возможность стать участником крупного проекта, еще зарабатывать деньги сейчас по тому маркетинг-плану, о котором мы, в принципе, завтра будем говорить в 18 часов по Москве, и в пятницу в 13 часов. Но партнерская программа, которая имеет целый ряд преимуществ, по сравнению с огромным количеством партнерских программ, существующих в мире разных видов бизнеса, MLM бизнеса и так далее. То есть вы здесь можете начинать бизнес, инвестировав всего незначительную часть денег, 15 долларов, в США. Вы можете, скажем так, делать его в том темпе, который вы считаете нужным. У вас есть только односторонний рост карьеры. Вас никто не ограничивает в количестве людей, которых вы можете пригласить. У вас никто не отбирает заработанные деньги. Здесь нет каких-либо обязательных условий выполнения. Все, что вы сделаете, скажем так, все будет ваше. И важно, на что я хотел обратить внимание. То есть вот те пакеты, о которых я все рассказал, они будут действовать буквально какое-то количество дней. Речь уже не идет о неделях. У вас осталось не так много времени, чтобы познакомить какое-то количество людей с данной возможностью. Вы им предоставляете отличную возможность стать финансово успешным в недалеком будущем. Вы им предоставляете возможность круто изменить жизнь, если им это надо. Либо, скажем так, нести изменения, если у них и так все хорошо. Еще добавить лучшего, да? Вот. Вы поможете нам, потому что благодаря вам в компании приходить определенные инвестиции, да? И мы будем эти денежные средства направлять в реализацию нашей технологии. А сегодня я добавлю следующее. Опять же, в 2014 году у нас не было ничего. В 2015-м, в середине, да, мы получили участок местности, о котором началось строительство. Сегодня компания Skyway, да, группа компаний Skyway владеет еще и целым рядом производственных площадей, на территории Республики Беларусь, на которых уже будет наготовок мелкосерийного производства, куда закупается оборудование. То есть, танки с программным управлением ведущих производителей мира. То есть, мы сегодня имеем, как говорится, активы, да? То есть, если, опять же, и в 2015 году продолжали специалисты от мира транспорта и от мира финансов говорить, что у вас ничего не получится, потому что вы там ничем не владеете, неизвестно, куда вы отратите деньги. Сегодня компания владеет и, по сути дела, недвижимостью, да, производственными площадями, то есть, то, что является активным. И мы активно развиваемся в направлении, вот как было сказано в последних новостях, я сегодня говорю, то, что сентябрь, месяц, октябрь – это проведение, скажем, подготовка и проведение сертификационных работ на транспортных средствах, которые на сегодняшний день уже есть. Мы все этого очень ждем. Соответственно, как только будет проведена сертификация, если все пройдет гладко, да, то это выход дальше на мировой рынок с этими видами транспорта, с чем я, в принципе, вас хочу поздравить. И то, на что я хотел обратить внимание, друзья, господа, партнеры, дамы, да, вот, у нас есть раздел событий. Здесь вы можете смотреть новости, здесь вы можете смотреть расписание вебинаров, которые у нас проходят практически каждый день на целом ряде языков. Если мы нажмем эту кнопочку, у нас откроется табличка, которой на тех языках, на которых проходят вебинары, написано, во сколько они начинаются. Кликая по каждому из мероприятий, у нас открывается подробная информация, кто спикер, во сколько начало, ссылки, по которым вы можете зайти там, да, и прослушать данные мероприятия. И есть раздел события, мероприятия оффлайн. То есть это живые презентации, которые проходят в целом ряде городов и стран. Вы также можете зайти. Информация о них написана на тех языках, на которых они проходят. Ну, вот, допустим, у нас заканчивается август месяц, да, вносится информация по сентябрю. Ну, вот мы видим, что сегодня, например, в Словакии и в Башкортостане проходят мероприятия. Завтра это будет Хельсинки, это будет что-то в каком-то городе Латвии, это Вильнюс, Литва, это Новосибирск, это Украина, возможно, Киев, да, А, Мукачево, Закарпатская область. То есть все, вы здесь тоже можете найти адрес проведения, время начала, кто ведущий, телефоны. Используйте, пожалуйста, эту информацию. Вы можете территориально находиться там, где вы живете, да, а информацию вы можете дать тем людям, которые проживают в тех городах, где вживую проходят данные презентации. Это очень важно, потому что вы благодаря этому можете построить, если говорить с точки сухого бизнеса, крупную международную структуру, которая вам будет приносить деньги. С другой стороны, вы можете, как вот слово такое, осчастливить людей, проживающих в разных уголках Европы, мира, которых вы знаете, которые вам близки, друзья, родные, близкие, которые могут стать участниками нашего проекта и потом быть вам все время благодарны за то, что вы эту информацию донесли. На живых презентациях, на вебинарах лекторы донесут информацию, ответят на вопросы. По сути дела, сделают эту работу за вас. Как я говорил, участие в программе нашей компании Skyway Cape это отличная возможность стать частью крупного проекта, который относится к миру инвестиций, инноваций. Вложить в это свою душу, вложить в это физические усилия, вложить в это свою часть денежных средств, каждый по способностям, как говорится, по тем возможностям, которые у него есть. И в итоге от этого выиграют все. Те из вас, кто, возможно, читал книжку Стивена Кови, читали такие, да? Есть кто читал? Поставьте цифру КОНЕ. Всем привычек высокоэффективных людей. Он там отписывает один очень интересный принцип, который называется победа-победа. Здесь мы с вами вместе можем победить. Это принесет пользу вам, это принесет пользу технологии, это принесет пользу нашей компании, это принесет пользу тем, кто вас окружает, это принесет пользу экологии и много тому еще. Был бы желание принимать в этом участие. Коллеги, у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, то с удовольствием постараюсь на них ответить. Вы знаете, для меня информация по кабинету для юридических лиц пришла в конце прошлой недели, и как было сказано, что уже запущена возможность это использовать. Я еще сегодня не успел зайти до конца полазить везде в личном кабинете, да, то есть как это все делается, но как было заявлено, что данная возможность уже предоставляется. Это прошло отдельной новостью, я видел это в чатах, я видел это, если не ошибаюсь, на сайте. Соответственно, просто так бы, я думаю, писать эту информацию не стали. Какие еще есть вопросы, коллеги? Спасибо вам, Таисия, за ваше спасибо. Может быть, волей и судей в конце этой недели окажись в Беларуси, и в сентябре, возможно, будет там не раз. Я знаю, что у вас сегодня так же, как и у нас дожди, хотя не везде, наверное, в Минской области со стороны Востока поливает дождь. Итак, коллеги, если вопросов нет, то, наверное, не остается только поблагодарить вас за то, что были сегодня на мероприятии. Хочу вам пожелать отличной недели завершения лета и начала сентября. Как ни печально, как ни грустно, но все-таки лето заканчивается, как и все в этой жизни. Лето это замечательно, но я думаю, что и наша осень, которая наступит, будет не менее плодотворной, не менее, скажем так, позитивной, не менее приносящей нам плоды того труда, который вы заложили, возможно, уже давно. Спасибо вам всем. Здоровья, любви и денег. Отличное настроение. До новых встреч на наших мероприятиях. Спасибо огромное. Федор что-то спросил для новичков, я не понял, о чем речь. Федор, но в принципе, сегодняшнее мероприятие, презентация, она по большому счету для новичков. Вы имеете в виду возможную информацию для новичков, которые хотят строить бизнес, да? Знаете, уточню, если для вас где-то пришла информация, что такие будут мероприятия организованы, то в четверг, наверное, на презентации я тогда это озвучу. Вот таким вот образом. Я знаю, что лидеры, работающие в различных регионах, проводят такие мероприятия. Кто-то в вебинарных комнатах, кто-то вживую, да? Вот. Но если это будет поставлено как бы на поток у нас здесь, я уточню, если такая информация есть, потому что две недели у меня не было. Вживую сейчас то, что есть. Вот. И будем с вами общаться дальше. Продолжение следует...